Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видеоролике я хотел бы вам рассказать несколько интересных новостей. Да, конечно, в последнее время по этому поводу вообще как-то глухо, и я бы сказал, что не так интересно, как во времена Xbox One, но что имеем, то имеем. В общем, присаживайтесь поудобнее, прижимайте лайкусик, ибо в последнее время я очень нуждаюсь в вашей поддержке, ну а также не забывайте подписываться на канал. Ну а прежде чем я начну, ловите промокодик НАКИ на поиске HD для новых пользователей. По моему промокоду вы сможете смотреть фильмы, мультики, сериалы совершенно бесплатно целых 60 дней. Помимо этого, вы получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервисов Яндекс. Если что, ссылку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии, и давайте начнем. Начнем, пожалуй, с Tokyo Game Show, которое должно пройти 30 сентября и которое должно идти целых 50 минут. Если вы вдруг ждали этого шоу, то я вам советую этого не делать, а особенно не возлагать на него каких-то невероятных надежд, поскольку сам Айрон Гринберг предупредил, что крупных анонсов ждать не стоит. Tokyo Game Show планируется по большей части для игроков в Японии и по всей Азии, и скорее всего покажут проекты, которые более популярны для тех регионов, ну а также просто какие-нибудь региональные обновления. Поэтому в этот раз послушайте все-таки главу по маркетингу Xbox и не ожидайте никаких серьезных новостей и анонсов. Я не знаю, как кажется вам, но в последнее время мне лично кажется, что Xbox реально как-то немножко сбавили обороты с точки зрения каких-то глобальных событий и пытаются не кидать просто так слов зря. И на мой взгляд правильно делают, поскольку когда обещаешь, а потом не выполняешь или создаешь какой-то ажиотаж, последует уже не такая хорошая реакция, как хотелось бы. В принципе, XO это был очень хороший опыт по этому поводу. И если уж копать глубже, смотреть в этом случае не только на Microsoft, то по всей игровой индустрии можно сделать вывод, что она очень сильно сбавила обороты. И по факту, проектов, которые уже завершаются в разработке, очень и очень мало. Вообще, на мой взгляд, до конца года вообще не стоит ожидать чего-либо, поскольку чаще всего какой-то невероятный движ происходит летом, но как вы все знаете, оно уже прошло. Да, уже как два дня. Плюс к тому же самый крупный и интересный проект уже анонсировали, рассказали и озвучили дату релиза. Лично я буду ждать релиза Black for Blood, новые Forza, Halo Infinite и во все это я поиграю по подписочке Game Pass. Ну а также, скорее всего, баттлы прикуплю. Следующая новость, о которой я вам расскажу, касается Next-Gen версий для Cyberpunk 2077 и Ведьмака 3. И как вы уже догадались, тут тоже все не радостно, поскольку, несмотря на их усилия, заявления, старания, CD Projekt не может гарантировать выход Next-Gen версий именно в этом году. Знаете, у меня такое впечатление, что на данной студии висит ну просто какое-то невероятное проклятие. Вообще, ранее обновленные версии планировали выпустить где-то до конца 2021 года. Но, видимо, уже никто не хочет, чтобы история с кошмарным запуском Cyberpunk 2077 повторилась. Поэтому, в принципе, не удивляйтесь, если будет какой-нибудь перенос. Что касаемо игры в целом, если честно, жалко, что с проектом сложилась такая вот история, поскольку у него действительно есть харизма, какая-то тяга поиграть и исследовать этот придуманный мир. Я, кстати, все еще не прошел кибер, поскольку жду Next-Gen версии и особо времени нет. Ну, плюс хочу, чтобы игра стала работать плюс-минус идеально. Ибо, знаете, сейчас обращать внимание на баги, лаги и прочие такие штуки, которые могут помешать насладиться полностью игровым процессом, я не хочу. Да, может быть, я всего этого зря жду, ибо многие говорят, что игра такое себе, но мне хочется ее пройти и просто хочется самому убедиться в том, какая эта игра действительно. Ибо, знаете, все на вкус и цвет. Кстати, если вдруг кто-то прошел от начала до конца Киберпанк, то напишите в комментах, как вам. Ведьмака я, кстати, тоже не играл, ибо каким-то образом его тоже пропустил, но исходя из новостей, что будет версия под Next-Gen, думаю, что это как раз-таки то самое время, когда стоит обратить внимание на этот замечательный проект. Также в этом видосе я хотел бы поднять тему переизданий. Да, новость касается переиздания серии Crysis, если что, вчера объявили о том, что проект выйдет 15 октября, и у меня к вам вопрос простой. Кто-то действительно ждет данные проекты? Насколько я помню, Crysis и так выглядит довольно неплохо, и чтобы он как-то нуждался в переиздании, я не ощущаю этого. Да, понимаю, что уже вышло переиздание первой части, но объясните мне, пожалуйста, нафига? На мой взгляд, если вы хотите окунуться в эту вселенную, хотя даже в любую вселенную, которая вышла когда-то, приятнее и прикольнее поиграть именно в старую версию, чтобы получить чувство ностальгии. А вот эта вот мания накидывает текстуры на все игры подряд, продавая их там по второму или третьему разу, ну и если часто, меня бесит. Поскольку из-за этого в индустрии мы не видим каких-то новых проектов. В общем, по этому поводу тоже жду ваших комментариев. И последняя новость, которую я хотел бы с вами обсудить, касается новой версии Xbox Series S. Да, возможно, желания многих были услышаны, а может быть, все это окажется простым слухом и ошибкой. В общем, одни журналисты подметили очень интересную деталь. Опять же, повторяю, что это может быть просто ошибкой. Та самая интересная деталь, она связана с логотипом Xbox Series S и Xbox Series X, который был изображен на дисковой коробке новой Saints Row. Если вы присмотритесь на этот логотип, скорее всего, вы зададитесь простым и очевидным вопросом, а что в нем такого? Я тоже так думал, но мы ведем речь про дисковую копию и, как мы все знаем, на дисках не пишется версия Xbox Series S, поскольку у нее нет привода и диски она никак не может проиграть. Я, кстати, по этому поводу до анонса Xbox Series S гадал, мол, почему на дисках не пишут, что игра идет и на Xbox Series S. Но мой друг Anvigil использовал свой мозг на максимум и подметил, что диск в Series S ты никак не засунешь. Соответственно, писать про эту версию на консоли на коробках, ну, вообще бессмысленно. В общем, с этого некого интересного подмечания можно понадеяться, что следующая версия Xbox Series S, возможно, обзаведется дисководом. Лично мне данный исход событий не особо интересен, поскольку, добавляя туда привод, консоль будет стоить дороже. И, соответственно, при большей стоимости консоль может немножко потерять свой истинный смысл, поскольку цена в 27 тысяч рублей на этот момент выглядит крайне шикарно. И, добавляя туда привод, скорее всего, придется докрутить уже тысяч три, а то и пять. Да, конечно, при помощи него вы сможете посмотреть на дисках фильмы и пользоваться БУ-рынком, но, как мне кажется, это такая себе экономия, ибо многие закупаются в цифре и юзают подписку Xbox Game Pass, которая также дает очень сильную экономию. Единственное, что я бы добавил в Xbox Series S, так это, наверное, память. Несмотря на то, что для многих эта проблема не является так таковой проблемой, и ее все-таки можно обойти внешним накопителем, в будущем это может не особо спасти ситуацию, поскольку новые игры, которые ориентированы только под Next Gen, становятся все больше и больше по весу. И, соответственно, они у вас не запустятся с внешнего накопителя. И если уж идти на дорожание консоли, то только, наверное, в памяти. Ибо иметь, знаете, только одну Warzone и еще одну AAA игру, ну, как-то не очень. С другой стороны, старую версию никто не отменял, да и даже если выйдет эта версия, для многих это может быть только плюсом, ибо я реально видел много комментариев на тему того, что хоть бы в Xbox добавили бы дисковод. Конечно, в этом случае будет интересна очень сильная окончательная стоимость, ибо она будет решающим фактором при выборе покупки. Кстати, раз зашла речь про дисковод, на мой взгляд, было бы прикольнее решением для многих это сделать Xbox Series X без дисковода, чтобы люди, которые имели 4К телек, могли сэкономить и не тратиться на привод, которым не пользуются. Знаете, вот за это я всеми руками за, поскольку приводом я не пользуюсь вообще, и если бы была бы версия без него и дешевле, я был бы только рад. В общем, на этот раз новости именно такие, на сегодня все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пишите свое мнение по этому поводу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok